И давайте поприветствуем, во-первых, наших артистов, всех, кто сегодня сюда пришел. Давайте поаплодируем. Эй, Украина, где вы? Друзья, ну что, я думаю, мы можем потихоньку начинать. У нас есть наши артисты, все на месте. Ваше внимание, конечно, вот сюда, в центр нашего, я бы сказал, красивого зала сегодня. Давайте по очереди представим наших участников. Дамы и господа, я вот недаром сказал, украинцы, но самые приветливые, добрые люди. Давайте покажем всю нашу гостеприимность, потому что первое я хочу представить гостю из Грузии, любимой нами Грузии. Дамы и господа. Посмотрите, Тако, как вас приветствует. Мы безумно вас любим. Друзья, я бы хотел засчитать небольшое, краткое резюме, да, чтобы мы понимали, кто сегодня здесь присутствует. Тако Гаччелидзе представляет Грузию. Дамы и господа. Гаччеладзе, простите, пожалуйста. Хотелось бы сказать, что судьба Тако свела с этим конкурсом уже не в первый раз. Я знаю, что вы еще в 2001 году победили в конкурсе в Украине. Поэтому я полагаю, тоже эта страна вам родная и добрая. Безумно рады вас сегодня видеть. Друзья, ну а следующими... Да, попросим микрофон. Можно сразу включить микрофон, у нас живое общение. Привет, привет всем, я люблю вас, Украина! Спасибо огромное, спасибо. Дамы и господа, следующим давайте поприветствуем наших гостей из Латвии. Прошу повреждать группу Триана Парк. Это латвийская группа была основана в 2008 году. Ребята выступают в стилях электро, поп-рок, франк-рок. Неоднократно участники латвийского национального отбора. Ребята, с опытом уже участия в этом конкурсе. С 2008 по 2012 и в 2017 годах вы принимали участие. Безумно рады видеть вас здесь, Лавакр. Добрый день, спасибо. Ну и дамы и господа, сейчас, по-моему, даже не стоит просить вас пошуметь, потому что логично, что мы все знаем этих ребят, болели за них. Дамы и господа, просто без лишних слов. Антурва! Дякую, добрый вечер, добрый вечер. Но хочется, чтобы вы нашим гостям плескали так же клюво и гучно. Будем вам очень благодарны. И ставьте им больше вопросов, чем нам, потому что вы все знаете, о которых нам нужно еще все дизнатись. Дякую, добрый вечер. Ну что, друзья, хотелось бы сейчас приступить к вопросам нашим артистам, нашим любимым артистам. У них впереди очень ответственное мероприятие. Мы сделаем очень просто. Я уверен, что у каждого из вас есть какой-то интересный вопрос, который вы хотите адресовать уважаемым гостям. Я на правах модератора буду просто контролировать весь процесс. Позвольте мне первому задать несколько вопросов нашим гостям. После этого каждый из вас может задать свой вопрос. Нужно будет поднять руку, я подойду с микрофоном. И хотелось бы смотивировать вас. Наши артисты приготовили символические, а кто-то и даже очень серьезные подарки. Поэтому за лучшие, самые интересные вопросы сегодня вы получите приятное вознаграждение, приятный подарок на память от наших любимых артистов. Ну и позвольте мне в порядке очереди начать с Грузии тако. Еще раз повторюсь, безумно рады вас видеть, Гаварджоба. Гаварджоба. Я тоже очень рада. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы уже принимали участие в конкурсе, и мы знаем историю с московским Евровидением. Сегодня, слава Богу, вы здесь, безумно рады вас видеть. Скажите, какая главная цель для вас выступления в этом конкурсе? Это вы хотите какую-то донести важную миссию, не знаю, донести какую-то важную мысль, либо здесь есть только победа и ничего более? Какая ваша главная цель в этом году? Ну, думаю, что все вместе там, и победа, и... Ну, в первую очередь, я бы хотела, чтобы моя страна была гордой мая, 9 и 13. И, конечно, хочу довести мой месседж. Я хочу, чтобы все люди во всем мире поняли, что в любых ситуациях надо сохранять веру, что и в Грузии, и в Украине не очень хорошая ситуация, мы все знаем. Но сохраняя веру, keep the faith, так и называется моя песня. Спасибо большое. Мы, безусловно, вас поддерживаем, Украина с вами. И вот давайте, друзья, поддержку поаплодируем еще раз. Очаровательная такова. Далее прихожу к вашим друзьям, гостям из Латвии. Друзья, скажите, пожалуйста, важный вопрос для вас. Вы также опытные участники, вы уже проходили отборы в прошлом. Скажите, что в этом году, вот вы боретесь, вы не останавливаетесь, когда, в принципе, появилось ваше желание принять участие в конкурсе Евровидения? Что было главной причиной, когда вы решили для себя, что нужно принять участие в этом конкурсе? Первый раз этого произошло, когда вообще я построила свою группу, и мне просто надо было какую-то платформу, где показать, что мы делаем, чем занимаемся. Мы выступили как клоуны, у меня был такой цилиндр на голове, и мы просто так как бы шутили там сами над собой, над вообще всем. И потом, как бы, после разных, не просто, ай, как я забудлась, ой, шо, спали. After a few years, через несколько лет, несколько лет спустя, произошла, ну, эта песня, и нам она очень хорошо понравилась, она на радио хорошо звучала, и просто тогда мы думали, ну, если все нормально, тогда надо отсылать ее в Евровизию. И, ну, я очень рада, что мы приехали здесь. И, как бы, очень интересно, что все как-то так сложилось, что мы в Украине, и 9 мая очень значительная дата, и там есть инцидент насчет других стран, которые участвовали, но я надеюсь, что все будут позитивны, и все будет хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Жена, безусловно, удачно выступит, донести свое творчество до всего мира. Ну и, конечно же, вопрос нашей любимой группе от Орвальд. Ребята, у вас вообще эта весна, по-моему, насыщена на разные события положительные. У Жени потрясающее событие. Правда, поздравим тебя еще раз. Пополнение в семье. Вы приняли участие в этом конкурсе, следил лично за вами с самого начала. Вот первый ваш эфир на «Нацадборе» вы выступали без особых декораций. На уже финальной стадии вы выступали с потрясающими декорациями, классным шоу. Ребята, скажите, откройте секрет, что будет дальше? Вы еще больше нас удивите. Будут еще какие-то изменения в вашем шоу на главном выступлении? Так. Все будут выступать в МВЦ, а мы решили выступать биле МВЦ. Для того, чтобы все люди смогли почути все, что мы хотим заиграть. Если честно, мы даже не уявляем, насколько глобально будет выглядеть номер, через то, что мы в самом МВЦ еще с одного раза не были. И нужно посмотреть все сценарии. Мы только увидели, как выглядят наши костюмы, как выглядят декорации из середины. Но как все это будет выглядеть при полном освещении, когда будет звучать, ни разу еще не видели. Я думаю, что уже начиная с 5 травня мы сможем все это побачить в МВЦ безусловно. Но точно можем сказать, что мы сделаем все от нас зависимое и все возможное, чтобы Украина этого года была представлена мужно, по-человечему. И сделаем так, чтобы всех, кто будет находиться биле телеэкранов, биле компьютеров, я не знаю, смартфонов, было счастье и слезы на очах, через то, что украинская банда из Полтавского гаража выступает на писанном конкурсе. Спасибо большое. Спасибо большое. Дамы и господа, сейчас хотелось бы предоставить возможность вам задать вопросы, пожалуйста. Если есть желающие, я вижу первые желающие. У нас есть, к сожалению, не совсем много времени, но мы будем стараться дать возможность всем. Напоминаю, есть призы от наших артистов. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос. Меня зовут София, можно задать вам всем вопрос? Питание. Вы же соперники, желаете вы одиночного перемоги? Давайте я скажу. Девушка задает вопрос, ко всем она адресует вопрос. Еще раз скажите мне, желаете вы что? Перемоги. Перемоги? Одиночного. Желаете ли вы победы один одному? Вот каждый друг другу. Желаете ли вы победы, потому что вы соперники на сцене главной. Вот такой вот вопрос. Чуваки, я желаю вам перемоги. Если честно, я вообще желаю, чтобы победила какая-то альтернативная группа. Будь то мы, мы делаем это из Грузии или из Латвии. Но все-таки альтернативная музыка должна победить в этом конкурсе. Мне бы так хотелось. Если честно, мы знаем, что все знают, что победит... Я не буду говорить, кто, но все это знают. После вечера в Лондоне и в Амстердаме там есть настикиш и хлопец. И вы должны победить точно. Он так хочет. Вопрос к ТАКу также. Я желаю победить достойному. Так что мы увидим, что увидит. Кто пусть победит. Я думаю, что мы все уже победили. Все классные люди. Нам нравится тут сидеть всем. И я пожелаю всем победить. Мы победили, я не победил. Я думаю, что уже все... Все уже... Как бы... Everything happens already. Все уже произошло. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Давайте здесь, пожалуйста. Давайте, вы домой выкрутянете. Представьтесь, ваш вопрос. Добрый вечер. Меня зовут Михаил. У меня на самом деле два вопроса. Один ко всем участникам. То есть, что бы вы хотели изменить в правилах Евровидения, если бы у вас была такая возможность? И второй вопрос к нашим гостям из Адвии из Грузии. А какой сувенир из Украины вы хотели бы вывезти домой, кроме хрустального микрофона? Спасибо. Болейники. Нет, скорее всего, борщ. А я хреновуху хочу везти. Я правда, честно, не думала об этом. Не знаю. Как где ты назвал? Что у вас там? Нет, ну ладно. Как? Хреновуха. А что это? Это как чача, только наша. Это как чача, только украинская. Ой, с удовольствием. Да, 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 да. Хотела. Второй был вопрос, что бы вы хотели изменить в правилах конкурса, если бы у вас была такая возможность. Правила конкурса? Честно говоря, я не все правила знаю в конкурсе Евровидения, но я бы изменила блокировать какую-то конкурсантку. не имеет значения за чего или почему, но вообще-то, да, блокировать кого-то. Трианна Парк. Я насчет этого вопроса думала, и мне кажется, что может быть конкурс может быть автономный, как бы, несмотря на то, что где он происходит, и в какой политической ситуации находится страна. Конкурс должен быть насчет музыки, и мне кажется, что каждое место, где он проходит, он не должен быть политизирован, и есть очень много разных ситуаций, которые уже были, и то, что в этот год с Россией происходит, это не первый инцидент такого рода, и я надеюсь, в этом случае, я извиняюсь, я перебиваю, и в этом случае я о себе говорю, потому что в 2009 году я была блокирована, и Бью нас заблокировал, за два слова, вот это мне просто непонятно было, вот я о себе говорю. Ну и просто надеюсь, что в будущем таких больше не будут, и все на этом конкурсе будет on the one level, и никто никого не будет осуждать. Мне хотелось, чтобы больше дракенролла было, тут все играют на фонограмм, и хотелось бы живых барабанов, гитар, какой-то живой музык понадобится. Завтра даже пять. А у меня, у меня, у меня даже только одно правило, просто за контрактом между участниками пенсионного конкурса не может быть относим. После того, как я познакомился с вами, я думаю, что цепь... Давайте или по-русски, или на английском, или на грузинском. Нам же по контракту нельзя, чтобы между нами были отношения на конкурсе. Смотря какие отношения. Какие? Ну какие именно? Поконкретнее можно? Да. Вот давай, скажи. Ну симпатичные отношения. А почему нельзя? А, все. Вопрос снят. Все остальные правила нас устраивают. Хорошо, друзья, следующий вопрос. Прошу, вот здесь вот у нас есть молодой человек, ваше имя и ваш вопрос. Меня зовут Богдан, у меня одно питание до гурта Оторвальда, и інше до наших гостей. До гурта Оторвальд, привет, хлопцы. Хотел бы спросить, с какой песней, кроме Тайма, вы могли бы взяти участи в конкурсе, а вопрос к гостям рассматриваете и... Это вопрос к гостям, да? Вопрос к гостям был следующий. Рассмотрите ли вы Украину как площадку для вашей концертной детьми? Мы познакомились с одной самой крутой группой из Украины, и они мне сказали, ай, Агнася, Агнася, знаешь, у нас будет тур, и мы бы хотели, может быть, вас взять с собой, как бы подогревать, и говорю, да, конечно, конечно, и все, и так, я думаю, что и будет. Не хотите вы грузию, чтобы подогревать концерт? Но это был Амстердам, я лгал. Окей, давайте, чтобы было честно, вопрос еще с этой стороны, и потом пару вопросов с центра. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Счислава, и у меня вопрос ко всем. Хотели бы, чтобы вы, чтобы судьи не оценивали участников, а членовали участников только зрительские голоса, как было до 2006 года, когда победили Лорти? И вопрос в группе Дэна Парк. Вы столько раз пытались попасть на Евровидение. Что помогало не сдаваться, чтобы наконец приехать в нашу страну и все-таки выступить на этой сцене? Помогало не сдаваться то, что мы уже 8 лет на сцене, мы делаем это без конкурса, мы просто играем музыку, и в этот год просто эта песня нас довела до этого города красивого. Второй вопрос я не помню. Хотели бы ли мы, чтобы... Я думаю, что каждый конкурс делает свои дела, и мне кажется, что все хорошо так, как есть, и надо и профессиональный жюри, и обычных людей, которые просто слушают. Это все хорошо, миксируется, мне кажется. Мы по пять человек будем запускать. По пять человек. Я думаю, что жюри это обязательно, потому что там профессиональные жюри, музыканты, и не знаю, кто, но профессионалы. И люди тоже обязательно. Так что все с этим, все нормально. Ну и мнение наших любимых. Хаторвальд, ребят, чтобы оценивали... Девушка вопрос вам задает, вот про жюри. Жюри. Хотели бы мы, чтобы жюри не оценивал? Только зрители. Да нам пофиг. Какая разница? Но мы же пришли играть музыку, а не для того, чтобы там быть кому-то угодными или нравиться. Мы понравились друг другу, это важно. Вот, понравились вам, нашим людям. Вот это самое, это важнее всего, на мой взгляд. Так, еще один вопрос отсюда и с центра. Пожалуйста, давайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Владислава, у меня вопрос к гостям. Вот и у вас Тако, и у вас в Трианопарк были уже технические репетиции. Как вы восприняли их? Ну, все нормально, все хорошо. Если какие-то проблемы, мы все исправим. Так что проблем нет, мне все понравится. Сцена, звук, не знаю, все там круто. Мы так много работали над своим наступлением, у нас свои декорации, свои проекции на экранах, и мы все только видели первый раз, когда приехали в Украину, и мы очень в восторге были, когда увидели эту сцену, декорации как-то все все шло вместе, и мы очень в восторге, очень, очень все круто. Это не то, будет лучше, будет другой. Вы еще мой костюм не видели, нет, я сама его еще не видела. Ну, нет, 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 все хорошо. Друзья, у нас еще несколько вопросов, один вопрос, пожалуйста, вот отсюда, вот у нас девушка, да, давайте ваш вопрос, представьте себе ваш вопрос. Меня зовут Катя, мне вопрос к группе от Орвальд, какую команду, какой страны, вы считаете, самым сильным конкурентом? Америки. Все понятно, вопрос о том. Она не участвует? Так, ну, мне очень сложно говорить о конкурентах, честно, я сейчас попробую объяснить вам. Моя позиция очень простая. Музыкальные конкурсы созданы для того, чтобы показывать какие-то свои музыкальные зарисовки, то, что ты делаешь в повседневной жизни. Существуют, видимо, конкурсанты, которые живут только конкурсом Евровидения. Надеюсь, за этим столом таких конкурсантов нет. Потому что мы общались с ребятами, вот, ну, просто вот, с Тамарой нам меньше посчастливилось пообщаться, но ребята в повседневной жизни занимаются музыкой независимо от конкурсов, там, есть конкурс Евровидения или нету его. Вот. В нашем случае мы, на мой взгляд, ну, понятно, олицетворяем собой там детскую, юношескую мечту, начиная с гаража и заканчивая вот этим, наверное, конкурсом или этот конкурс, очередной этап какой-то. Вот. Для меня гораздо важнее, что человек на этом конкурсе может сказать. Есть ли ему что донести? Есть ли у него какой-то определенный месседж? В нашей стране, как и в любом государстве за последние несколько лет, последние десятилетия, есть отсутствие человеческого общения? Это кризис человеческого общения. Вот. Вот. Мы хотим максимально попробовать донести эту мысль для своих слушателей, чтобы наши слушатели рассказали всем остальным. Вот. Ну и, конечно, мы благодарны Джамале за то, что сделали Левобережку, отремонтировали. Еее! Вот. вот так. Вот. Хотя бы, хотя бы для этого такие конкурсы еще существуют. Друзья, на этом мы, к сожалению, больше не имеем возможности задавать вопросы. Хотелось бы сказать, вот те люди, которые задавали вопросы, вы обязательно подходите сюда. Мы вас сюда будем запускать для автограф-сессии и именно вам наши артисты подарят еще и памятные подарки. Еще один раз сутки. Желаю вам удачи, победы, вам аквил. Спасибо. Анюта? Да. Я не учусь. Не останавливаемся. У нас есть много желающих и, ребята, в 10-м же будем запускать следующую пятерку. До этого автограф-сессия заканчивается. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, а встретимся с вами уже завтра на моем канале из студии. До скорой встречи. Пока-пока.